братва всем привет 6 утра и мы отправляемся на ангару захариуса вы приближаетесь к промежуточной точке маршрута город ходинск от слова код но никогда покрытая отборным матом дорога что ведет туда коль не пробито колесо и стекла ваши целы значит добрался салаты всю ночь строгал и всего-то потребовалось ему 8 часов чтобы проголодаться за эти восемь часов мы добрались аж до конинска но такой немножко заброшенный конечно сквер но хоть какой-то чем никакой ту гора красивая ну все дальше нас не пустят вот а здесь начинается ангара еще не тронутая различными плотинами и водохранилищами но походу это недолго потому что собираются строить еще две плотины ангаре ну а мы продолжаем свой маршрут и для начала мы движемся на багучаны потом еще 100 километров и будет та самая мекка где ловится хариус а и а и и и Добрались до Багучан, погода, ну как обычно в нашем случае, осталось совсем чуть-чуть. Добрались до Багучан. Всего-то 600 километров и порядка 12 с половиной часов пути, и мы на Ангаре. Это впадает речка Манзя, соответственно проехали мы деревню Манзя. Радуга нас приветствует, а вон там уже братва ловит Хариоса. Мы ее просто скидываем в ручном режиме. Развернись и вот так на выход встань, шатер поставим. Ну вот, наш шатер уже готов. Происходит освоение территории. Нами и Машкой раскладушки две готовы. Да, место сырая, болотистое немножко, поэтому Машка нас будет одолевать. Будем бороться и вон там, там, там. А местное население уже тут какие-то хитрые снасти использует. Не знаю, мне нравится. Главное, чтобы Хариоса понравилось. Вот это вот самое главное. Это муравей. А еще с кем-нибудь познакомим. У тебя же Иркутска нету? Ну-ка покажи. Есть Анаркутска? Ого, сейчас забирают, забирают. Все забрали. Ну вот эту. Вот эта работала по прошлому году. Какая-какая? Вот, вот эта вот. Вот черная со стразиной. Вот эта? Да, с белым. А в этом году будет? С белым, не знаю. Конечно, вечером запланирован жареный Хариус. Вау! Ну его еще уж надо поймать. Ну, если мы будем тут сидеть, то у нас вряд ли что-то получится. То есть легкие перекусы побежали? Конечно. Прям по воде, аки по суху. Ты хочешь ехать подъигать? Я штатному расписанию вообще никогда не мешаю. Скажите, где мое место, я сяду и не буду отсвечивать. Я здесь спокойно, я что-то рыбачу. Все понял. Я на якори сяду. Все, я понял? Мое, мой уйдет и я. Сейчас главное, Женька поймает. И тут он за базар же должен ответить. Он должен откусить кусок Хариуса. Я съем его целиком. Прям целиком? Сырого целиком. Нет, пофиг. Я их только съел живьем. Трэш-контент, короче. Как говорится, не переключайтесь. А вода-то какая прозрачная. И прелесть нашего события состоит в том, что у нас камера смотрит и наверху, и под водой. Подожди, подожди. Это надо видеть. Сейчас где-то Бритни Спирс на той стороне земли просто локти кусает. А, кстати, а Хариус до скольки клюет? А пока нам не надоест. А, то есть бывает, что он на ночь клюет? Вообще. Это коромысло называется, да? Да, на самом деле. А, самодельное коромысло из... Нехрома? Во! Вот она прелесть-то, да? То, что она от основной лески. Да, и крутится она. Ай, хитрованы! Просто дистанционку он. Просто держит. То есть его функционал? Да, только держать. В 90 градусов. Только держать. Вот на этом и начнем. Я море шепчу тебе, оно зовется с собой. Сердце пывает в огне, клюпима рвется дымой. День добрый! Что, как успехи? А где, что там? А утром? Утром получше. Лучше. Что нынче рулит? Ну, эти, кендрики. Порбуха. Вот это поворот! Мы тебе рыбу привезли, ты что? Вечер, чуть не прокараулив. Как не прокараулив? Мы тебе рыбу привезли. Это же моторист называется. А какой хороший! Хорой за вечер. Ну так, мы же просто так-то не подходим. Мы же с чем-то приходим. Мы всегда приносим радость людям. А муха чего не рули? А муха чего не рули? Понятно. Короче, барби. Не, даже не барби, даже потемнее. Ну, фиолетка, а малиновые края. Ага. Центр фиолетовый. Понятно. Спасибо большое. А что с утра? Спасибо за подсказку. Порнух самоделка. Ну вот, порнуха как называют. Вот, порнуха. Нам детская бабка говорит, да порнуха. А есть тряпка, нет это порнуха? А? А есть тряпочка, порнуха нет? А это не тряпочка, это шарик был. А, шарик был. Шарик надувной. Мы тут, мы тут на порнуху на местную ловили. Тут именно тряпочка работала. У каждого своя порнуха. Спасибо большое. Ага, смотрите какие. У меня есть твой поплавок. Смотрите какие тут мухи волшебные, секретные. Вот смотри, видишь, иногда такая фигня бывает. Стопор, раз и убежал. А у тебя один стопор, у меня два. А у него два стоит. Вану на той три стоит, там три стоит. Видишь, вот он играет. Самый кончик. Ага. А вот то, что ты это вымотал, он тебе не помешает в случае поклевки? Да, это просто лень. Ну, помешает, конечно. Я, между прочим, волнуюсь за нашу ужин из-за тебя. У нас вообще тушенка есть еще. Я уже не волнуюсь. Подожди, а ты мне расскажи, это же не безинностационная катушка. Это же все хуже. Учись? Ну, хотя бы пару слов-то скажи доброй надежды. Все наоборот. Все, как тебя учили, указано на переступор. Стопор есть? Нет. Зачем стопор? Палец сейчас стопор. А далеко не кидай. Господи. Да пребудет со мной сила. Вот она. Да. Просто скидывай. Нет. Наоборот, вот в эту сторону берешь вот так вот, шлеп, скинул и желательно в воду кидаешь. Именно поэтому тут не используется леска плетенка, а используется потолще. Потому что плетенка бы затянулась так, что… Конечно. Что-нибудь потолще и попроще. Невская катушка. Просто вспоминай. А у меня никогда ее не было. Как я могу вспомнить? Инерция? Что такое инерция? Удочкой пользуйся больше. Все плохо. Пацаны, помогите. Это я к подписчикам решил. Пацаны мне помогли. Два заброса и оба с бородой. Ааа, сколько рыбы-то, смотри. А есть, может быть, сто есть и не клюет. Нет, там в крупняк прям. Смотри, как глубина. И потом раз. Сколько глубина? Три-четыре. И рыбы не стало. Три-два. Вот пятак под нами, прям кидай под нас. Так, я беру, бросаю, сразу торможу. Нет, не тормози, что пальцем чуть-чуть касаешься, чтобы чувствовать. Оп, еще. И далеко не надо кидать. Все. Тебе смысла нет закидать? Я учусь. Во-первых, смотришь мухи, чтобы чистые были. Чтобы они в сторону висели, не перехлёстывали с основной леской. На них тины не было, грязи не было. Вот, видишь, глубоко. Ну, точнее, мелко. Догоняем глубину. Смотри. Оп, еще догоняем. Чтобы она по дну бежала. Конечно, но если сразу утону, то... О, много. Вот, смотри. Вот. Надо сантиметров 10 убрать. Сразу видно. Ну, здесь 15. Курс молодого Санчеса. Заплясал? Да. Это оно, да? Это оно. А теперь? А теперь плюс-минус 5 сантиметров. И волшебных идыч. Смотри. Из-за спины. Чуть-чуть. Не надо сильно. Раз. Пальчиком. Остановил. Все. Не надо дальше, Сань, кидать. Вот. Вот твоя. Видишь, вот. Я понял. Спасибо. Это твоё расстояние. Не надо дальше. Спасибо, Сэнсэй. Спасибо. Поверь, из подводки ловишь гораздо больше, чем ты куда бы ни кидал. А, подожди. Лови, лови, лови. Тяни, 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 тяни. Крути, крути, крути. Нету, нету. Нету, как нету? Нету, нету. Ничего нету. Было, блин. Ну, было. Он ушёл прям куда-то. В никуда. Такие иногда вы крутасы, блин, делай, чтобы поймать этого дурака. Я говорю, тут каждая рыбалка, каждая рыбалка. Вовая. Это какой-то секрет новый. Да, голая. Нет одинаковый, нет повторения. Ты приезжаешь и начинаешь разгадывать что-то. Смотри, какой золотой час, так называемый. Да, криви. Вот он. Да, да, да. Смотри, что творит, да. А, смотри. А сейчас цвет уже не тот совсем. На резину. На резину. Смотри, он ужасный человек. Ну, хорошо. Пусть хоть кто-то воет. Придёт наше время, что ты переживаешь. Ты не переживай. А я вообще ни о чём не переживаю. Есть, там есть, есть. Он ещё мелочь какую-то ловит. Я же вижу. Круто не знаю, что тут мелочь, блядь. Мелость, мелочь. Сука, сам не ловит на меня. Мелость ловит, ну. А поймает сам такую, скажет, ой, у него так хорошее. Ой, ребята, ребята. Филетка. Что, ужином обеспечил я нас? Опять? Ну, это ещё три давай. Ну, я ещё не вытащил. Ну, я буду стараться. Как вы это делаете, пацаны? На ту же, да. Такой же. Вот то, что сейчас Саня поставил. Ну, нормально такое, ну прям. Да, да, он хорошо берёт. А что ты его берёт? Блядь, что мы кузы-то не взяли? Надо было с собой, блядь. Не скажай, что он там дрочит. За первую, типа? Да, не скажай, что он дрочит, блядь. Он берёт, довольно прилично берёт. Хорошо. Да я вообще не расстраиваюсь. Первый день вообще никто не ловит. Первую рыбалку не ловят люди даже. Нифига, первый день никто не ловит. А я вообще не расстраиваюсь. Потом уже... Поймёшь сути, как играет, так что-то. И будешь ловить. Это комната психологической разгрузки, да? Спасибо, друзья. Вы так мне помогаете. Вроде хороший был. Не? Слабенький опять. Ну как? Приятный. Ух, какой. Ну да, прям. Не килограмм, но такой грамм пятьсот. Ну прям приятный. 400 грамм. Так, две версии. Либо пацаны мне навязали левых. Конечно левых. Я подумал, что ты ловить сразу будешь. Да. Зачем там конкурент, а? Ну какой я конкурент, да? Тебе рыбу поймают. Я своих поймал. Не поживай, чуваки. Размялся сегодня, просто размял. Размировку сделал. Как все это звучало так, как будто я сегодня голодным стану. Ха-ха-ха-ха. Ты так неужели, блядь? Такого не бывает. Тебе сейчас не рыба нужно знать, тебе сейчас интерес нужно. Да. Понять. Да. Денью убери, пожалуйста. Именно смысл, смысл. Кидай вот, два метра вверх. Ну сейчас не видно, а в нем леску нечет. И прям видно под каким углом леска и все оно. Сейчас я чувствую, как будто я вступил в секту саентологов. Они мне что-то рассказывают, я ничего не понимаю. Причем они демонстрируют свой успех. Ты за что нас так позоришь, а? Нет, я говорю, как? Я же не говорю, что вы саентологи. Ни в коей мере не хотел вас обидеть, хлопцы. Я просто не понимаю, что со мной происходит. Вот. Ну по крайней мере бороды уже нет, уже победа. Как бы харила поймать сразу это проблематично. Это хитрая и умная рыба. Опа. Да-да-да, давай-давай-давай. Давайте. Да нет, я должен рассказать о своих эмоциях. Я тащу рыбу волшебную. Я не верю, где она. Ты ничего там не тащишь. Тащу. Она ушла давно. Да она маленькая просто. Смотри, вон она. Слушай, ну Жека это должен съесть, я думаю. Нет. Это я должен отпустить. Это маленький. Маленький красавчик, которого я все-таки завалил, а. Как обычно, берут за рыбину и хвостом. Да вот. Давай, солнышко. Ай, красавчик, а. Ну вот. Была прям поклевка, я все видел. Я в принципе уже не пустой, я уже счастлив. Ес, я взял Хариуса. И несмотря на то, что я заслужил быть голодным сегодня, я счастлив. У нас такого не бывает, он был голодным. Ты не говори. У нас все сытые всегда. Ну помнишь, когда нас везде уходили-то? Ну все, короче, в час сруливаем. А, хочется же еще последний заброс сделать. Да, давай, короче, по забросу. У Бати закинуто, у Женьки закинуто, у меня. Кинули, все. Давай, последний заброс. О, есть! Влад! 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 Видел? Неа. Я на свой смотрел. Как ты такой не видишь? Ну вот так вот. Подожди, я его уберу. Вот смотри. Поменял эту муху и сразу на нее поймал. Пацаны, мне стыдно. Но это рыба. Рыба, 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 тенида. Что ты? Вот она. Что стыдно? Ну потому что, оп, прошу прощения. Я чувствовал, за что мне стыдно просто заранее. А вот и расплата. Не, ну вот получается у нас достойный хариус, да? Правильно, да, грамм 400. Да, 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 да. Ну это прекрасный повод после тяжелой дороги отдохнуть. Засолить немножко рыбы. Мы ее сейчас пожарим. Да, пожарим. И сидим. И будем спать, потому что завтра нам предстоит крайне сложный день. Да? Да, завтра нам надо поймать флягу всего лишь. О! Всего лишь флягу. Так, так, так. Это у нас хариусочек уходит на обжарку. Без муки, без ничего. Все, и все. Ну, когда жаришь, его главное не крутить много. Один раз только переворачиваешь и все. О-е-е. Вкусняно? Да. Я люблю. Для меня сырая рыба это вообще, бля. Ой, я не. Дэн, ты любишь сырую рыбу? А? Сырую рыбу любишь? Да. А соленую? Соленую еще больше. А я вот попробую жареную. Это баджеры, какая серия? и камуфлированы вот это наш эксклюзивный якорь на обкатке вот это вчера работала красота какая вот это сегодня будет работать а вот это будет завтра работать тут все решительно здесь совсем не глубоко туда залетела одна муха и села на крючок пацаны вы ловите тем более я вчера узнал самое главное ловим в одну бочку поэтому я так понимаю домашняя заготовка ля порнуха да это он резинки трусы дружественные с местных снял вчера твою чувство веке хлопец то прям гарны и на этот кембричек нет да 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 купился братюнька полезай в кузовок оказалось сменили состав сейчас у нас вот такой хитрокембрик с губочкой а вот это вообще бомба просто бомба она еще горизонтально при еще одна бомба да у него целый ящик этих бомба лишь бухари забравил и еще проверим есть маленький но есть сады с куском травы а как так получилось что прям с куском травы вот скорее всего да он бы вряд ли сел ну смотри натур с губкой я даже не поверил поначалу своему счастью молчу такой лишь бы не губкой поправил но сейчас перепроверю вчера видел на голый крючок хватал же не финал ну вчера то вчера а то сегодня ох ты ничего себе вот это поклевом вот-вот защищу какую-то какую-то жуткую ваще а судя по поклевке там был таймешонок так поплавок ушел я до речи потерял и смотри это тоже но она как совсем отрепалась ах ты ядрен вот еще и цвет надо угадать было же все просто и понятно не нам что-то ближе к желтому о это как фотошопе выбираешь расцветки он мне кажется слишком светловатую взял не а поклевка была такая прям он ушел туда я шагнул ягод никогда не рыбачил харю заловить не умею обловил нас со всех сторон на желтый или черный на сиреневую на черную все равно не брал мил не похоже что мелко слушать активность то какая самосъемный но все-таки холод то не врет всегда когда он пищал были поклевки есть 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 и что-то посерьезнее потому что кайфовый парень то вообще кайфовый кайфовый а может пора собирать начинать я уже прям это в предвкушении малек не малек но мне кайфануть дал он у меня на нижнюю клевал я килограммовый тогда как он себя ведет если я от этого то я вот на такой рыбалке вообще никогда не был я на каве такое на каве харю заловил в ответ тишина может это попробовать магию и холота включить а а вот смотри смотри просто я просто сказал про их а вот уже поклевки пошли всем же известно чем опытный рыбак отличается от неопытного или не опытный опытный всегда может объяснить причину своих неудач есть пенная не пенная но рыбалка отменная ну я кайфанул прям и поклевочка была он конечно не крупный но прирастают я как чувствовал камеру включил специально бросил вот он а тут я не успел выключить тут еще лучше ну это у моей жизни 1 харюзова дуплет у меня такого еще не было по есть нифига себе как далеко я отпустил взял ну как взял еще пока громко сказано его еще надо дотащить сюда и маленький красавчик по ведру до вчера хоть дернули красава где наши ядро бля где-то красоте такая поплавочки блестят а сюда посмотришь и один ну хороший хороший вот это прям до бомба вот это прям бомба а у меня такая была поклевка но пусть и маленький пусть и вот пусть и ведь пошел этих родителей да а лучше дедушка с бабушкой договорились до крупняк подошел не но этого стопудова ну и что слышь мы договаривались о родителям так ты не с ним же так ну него него хожу что с ним ах ты думаешь он на второй круг зашел прям хороший вот это уже зачет лент похвастайся нам да хороший чё-то окей договорились флягами ведь флягами будем хвастаться да подожди да нет маленький да маленький да маленький завистники так они не завистники все так говорят тут сложная замена меняется черная желтой бусинкой на черную с белой бусинкой черный боец меняется ой извините афроамериканский меняется на сиренево на ну и баклажаново ты коня тащишь ну судя по бурунам это конь у кончик вот и взял он на барби дорогу вот такой красавчик у него плани какой-то маленький рогиза нет но куцик не не там хороший парень хорош хороший 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 парень тоже куча хвостов плавничок так себе эконом вариант а это он в базовой комплектации ну что сейчас рассчитываем на моториста до ангара 96 это видимо возраст капитана пока мы тут трясем своими поплавками денис работает очередной фризочек на борту фу ну мягко говорят денек был и простой это не на вас это на мошкару сейчас готовим уже почистили картошку варится потихоньку скоро будет вкусный хавчика это борьба с паразитами да с паразитами дан тут у нас как обычно ковры разорачивает а он утки там что вытворяют а те самые которых я вам показывал утром дерзкий молодой выводок